Всем доброе-доброе утро! Всем здравствуйте! Вы на канале Дневник обычной женщины. С вами я, Ирина, кто еще со мной не знаком. Мне 48 лет, я живу в Казахстан, город Караганда, и снимаю влоги о своей личной жизни. Опять два дня меня не было, потому что не было возможности снимать. Разбомбили нам всю прихожую, заливаем полы, ну в общем поэтому не до съемок. Поэтому я немножко опять выпала из своего графика. Сейчас собрались мы съездить в магазин. Не так в магазин, как надо обналичить деньги. Сейчас нам привезут уголь. Позвонил нам этот мужичок, который возит уголек. Сейчас поедем, снимем денежку, посмотрим, что за уголек. Покажу вам. Машина обошлась нам 96 тысяч. Нам уже сумму озвучил. Еще у меня есть новые питомцы. Вчера захожу в инстаграм и вижу такое объявление. Девочки выкинули щенята, они находятся на улице, срочно ищем передержку. Ну конечно же я не смогла пройти мимо. Позвонила, говорю, пристроили, не отвезите. Вчера привезли двух, а было их там вообще четверо. Говорит, остались только два, двух уже растащили дети. А сегодня утром эта девушка Кристина звонит мне, говорит, нашли еще одного, можно подвезем. Ну везите, где двое, там уже и трое, но они обещают, что они их будут вывозить на рынок. В общем, пристройство на их совести будет, а мне надо просто их держать. Корм они тоже вечером мне все привезут, буду варить им кашки. Сейчас пошлите, я вам покажу, какие они хорошенькие. Ой, просто прелесть. Здесь куколки, две белых девочки и один, по-моему, последний, вот коричневый, она подвезла, это мальчик. Может быть кому-то из вас или вашим знакомым нужен щеночек, пожалуйста, распространите. Буду очень благодарна, если они попадут в хорошие руки. Они гладкошерстные, мне кажется, их даже можно дома держать. Вот если бы не было у меня такого хозяйства, я бы обязательно оставила. Какие они хорошенькие. Пошлите, покажу. Вот они, вот они красавчики. Пойдемте, пойдемте сюда, пошлите, пошлите. Видите, мы им здесь постелили шубу. Хорошо, мы вчера топили печку, здесь прям тепло-тепло. Вот они, вот они какие хорошенькие. Не дают снимать мне, бегают за мной. Давайте, ложитесь, давайте, 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 давайте. Красотулечки, мы вот белые девочки, а вот это мальчик. Я вчера прям легла спать с чувством гордости, что я еще, еще спасла и помогла вот этим маленьким малявочкам не замерзнуть на улице. Думала, может быть, Докен будет против. Нет, Докен, Докена спросила, он разрешил. Ну, Кристина сегодня уже приезжала, сказала, что они их заберут в ветклинику, проглистогонят, сделают прививочки им, потом будут пристраивать. Корм тоже привезут. Моя задача просто убирать здесь за ними и кормить. Мне вот эта одна белая девочка очень нравится. На маленькая такая будет малявочка прям. Все, я поехала в магазин моей куколки. Все, давайте. Так что вот такие вот новые жители у нас появились. Теперь будем искать им новый дом. Ну, и девчата будут, ну, и я буду, может быть, кто-то из моих знакомых захочет взять. Вот эта беленькая маленькая девочка, она будет и хорошенькая. Она будет мелкая, мне кажется, такая прям для дома. Сейчас они все процедуры им сделают, сделают вакцинацию, сделают прививки. Погода солнечная, ну, ветер холодный. Я прям стою, вот уже как бы замерзла. Сейчас покажу, что за уголь нам привезли. Мы ждали его с мая месяца. Он нам все говорил, нету хорошего пласта, нету хорошего пласта. Сейчас посмотрим. И вечером, естественно, уже будем пробовать, как он будет гореть. Ну, все, я аж затаила дыхание, я жду, какой же уголек посыпется. Сейчас будут разгружать. Смотрите, какой уголек. На вид отличный, блестящий, красивый. Ну, вечером посмотрим. По крайней мере, да Кен довольный. Говорит, не зря ждали. Мы его столько времени. А теперь мы едем в этот магазин. Нам надо купить цемент и балласт. Сегодня будет ответственный момент. Надеюсь, зальются полы. Чуть-чуть не хватило нам там. Сейчас поедем, закажем. Доставка привезет, если все нормально. Вот едем, сейчас узнаем. Тот раз мы заказывали, нам доставку делали они. Ну, и вообще, если в наличии. В общем, сейчас подъедем, все узнаем. Надеюсь, сегодня наш день. День начался прям хорошо. Мы довольны такие, за уголь особенно. Я же говорю, сегодня наш день. Все, заказала цемент, заказала балласт. Через час будет доставка уже. Балласт 350. Цемент не знает будет. В общем, я заплатила 13 900. Доставка 1000. Все, сейчас купим хлеб и домой. Докен будет уголь кидать. Ну, а мне дела дойдутся. Я буду, наверное, кашеварить что-нибудь. Как обычно, кормить надо. И зверей, и людей. Все хотят кушать. В пятки я уже дома. Хочу показать вам, что у нас творится с полами. Вот так они выглядят до заливки. Сейчас он мешает там раствор. Сегодня, наверное, будет заливать. Но не всю, наверное, половину. Потому что мы же как-то ходить должны будем. В общем, вот так выглядит эта вся конструкция. Ну, а я, как всегда, буду заниматься кухонными делами. На ужин решила манты налепить. Потому что мужики будут уголь кидать. Потом полы заливают. Все будем ужинать вместе, наверное, дружную толпою. И собрала я еще последние свои дары природы. Вот огурчики. Хочу все-таки сделать рассольник в банках. Как вы мне там советовали. Сейчас все это буду резать. Показываю вам так, чтобы не таскать камеру. Потому что очень неудобно. У меня здесь не развернешься. Вот я начала резать морковь, лук, помидоры, огурцы, перловка. И немножко томату положу. Потому что у меня помидор мало уже осталось. Покрашу томатом. Все это протушу. И по баночкам. Ну, походу, кое-что буду показывать. Вот. Сейчас я буду все нарезать вот сюда. Для этого салатика. А дальше потом там посмотрим. Вот. Видите, в свою сиротскую кастрюльку. Сейчас все перережу. Перловку замочила уже. Ну, в общем, что-нибудь нам острячу. Тихо-тихо что-нибудь сделается. Поставила варить перловку. Все нарезала. Сейчас перловка сварится. Потом буду соединять. Ну, это будет еще не скоро. Посперловка. Надо было мне ее вчера на ночь замочить. Не замочила. Теперь отварю. Потом соединю. Еще немножко проварю. Сейчас буду лепить мантики. Села уже, леплю. У меня квартиран тут ходит. Помните этого Феликса? Кота, которого я все пыталась пристроить. Потом пристроила его молодежно. Вот он у меня на передержке. Тусит здесь. На шлейке бьет моих котов. Я его вожу на поводочке за собой везде. Вот моя мантоварница. Или как мантоварка. Фарш. Все вам покажу, потому что оператора у меня, как всегда, нету. Все сама одна. Сейчас смазала два листочка. Куда ты лезешь? Смазала два листочка. Думаю, наверное, хватит. Мантница у меня большая. Так что, наверное, получится всего лишь два. Вот и будет ужин при свечах. Там уже половина комнаты залита. Сейчас покажу, какой бордель у меня здесь. Не знаю, доживу я когда-нибудь до порядков или нет. Везде хаос. Форму я вам показывала, как я люблю. Как и все. Положила фарш. Видно там. Серединку заклеила. Края. Вот так. И соединила. Так и так. Вот такой мантик получается. Мария Семиделкина. Тут у меня сварилась перловочка. Сейчас я ее переложу к этим овощам. И уже включу и буду тушить. Еще томат надо мне сюда добавить. Но это в конце варки. Вот что у меня получается. Посмотрим потом, сколько будет банок. Не знаю. Как обычно же у меня все без рецепта. Все на глаз. Все соединила я. Смотрите, получается вроде как красиво. Только я не пойму, а гурцы-то не соленые. А в рассольники-то соленые гурцы добавляются. Не знаю. Ну что будет уже, то будет. Если что, буду добавлять уксус. Все. Сейчас закрою крышкой. Закипит. Убавлю огонек. Пускай тушится. Поставила варить манты. Да что такое. Они у меня проваливаются и все. Как-то неправильно я что-то ставлю. Сколько поставила. Вот они. Все. Засекла время. С рассольником кинулась. А у меня нет томата. Ёлы-палы. Оказывается, я последнюю банку большую уже срасходовала на последнюю эту лягушку на болоте. Ну попросила батой. А сейчас ездит, привезет мне. В общем, теперь этот рассольник мой ушел на следующий план. Пока варим манты. Приехал мой томатик вот такой. Сколько? 400 грамм. Вот у нас 520 сенге стоит. Кто любит сравнивать цены. Для тех озвучиваю. Манты мои уже варятся 25 минут уже. Слюньки текут, честно сказать. Что-то еще хотела. А, ну сейчас вот манты уберу. Положу туда томатную пасту. Добавлю растительное масло. И еще где-то час проварю. И уже потом буду раскладывать по баночкам. А, я хотела вам пол показать. Сейчас покажу. Думаю, что же я хотела. Пол сейчас покажу. Вот видите, что сегодня здесь у нас творится. Завтра еще вот эту середину, если он зальет. И уже хотя бы вот такая грязная работа. Может быть, будет закончена. Дверю уже, мне кажется, не так грязно будет. Как вот это вот все. А сейчас это полный трындец. Собаки все мои закрыты. Сидят кошки закрытые. Чтобы здесь ничего не наследили. В туалет ходить доску он нам вот так положил. Ну, в общем, как-то так. Еще день-два. И, может быть, уже на чистовую можно будет вымыть. Потом, видите, он в веранде, что творится. И бесполезно это все. Мой, не мой, то же самое. Ой, мы наконец-то дождались. Забыла присыпать красным перчиком. Сейчас надо... Я люблю, когда горчинка есть. Прям вот так сейчас. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И все. Так. Это надо закрыть. Лопатку. Лопатку, лопатку. Где она у меня, лопатка? Вот она у меня. Чуть не обожглась. Все. Я по всему столу раскидала. Неудобную лопатку взяла эту. Силикон, наверное. Ира, Ира. Ира будет, если что-то не наклонит. Все, давай тарелочки там ставь. Вот и все. Всем приятного аппетита, кто будет обедать вместе с нами. Сейчас мы отведаем. Пришла к своим питомцам покормить их. Смотрите, пакет порвали. Что они мне здесь устроили, а? Хомячут, хомячут мои маленькие. Мои маленькие хомячут. Мы растопили печку. Опять жарющее невозможно. Даже здесь у них до такой степени жарко. Ой, сейчас надо воды им еще принести. Вот в майонезном ведре вода была. Разлили. Гоняют здесь футбол. Там у меня код закрытый. Сейчас тоже его выпущу. В общем, скучать мне некогда. Вот такие карапузики ищут новых родителей. Все, 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 все. Не очень-то они голодные. Три раза я их сегодня кормила. В обед и вот вечером. Костям, смотрите. Тых, 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 тых. Тых, 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 тых. Сейчас я им еще принесу водички. И все хотят обниматься со мной. Все хотят ласки, внимания. А мне сегодня как раз некогда с этими полами, да с мантами же. Да рассольник этот делала. Еще не доделала, кстати. Завтра буду доделывать. Покажу завтра вам уже результат. Сейчас вынесу его в веранду на прохладное место. А завтра доделаю. У нас уже поздний-поздний вечер. Часов, наверное, 10. Что-то я даже на часы и не смотрю. Вся лохматая. Когда пойду постригаться, не знаю, блин. Вот такой сегодняшний ролик у меня получился. Понемножку обо всем, так сказать. Насольник не доделала. Доделаю завтра, покажу. Хозяйство свое все обошло. Кота сейчас заведу домой. Рыма накормила. Малышню накормила. Все. Можно идти на покой. Всем пока-пока. Пишите мне комментарии. Ставьте мне лайки. И, конечно же, смотрите мою рекламу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok